Саша, послушай это. Это же космические звуки, а? Между прочим, так звучит планета Юпитер. Знаешь, Максим, я подумала, что ты не позавтракал, и это у тебя живот бурчит. Разве в космосе звук есть? Скажи, что живот. На самом деле в космосе звуков нету, но планеты испускают определенные волны, которые физики переводят вот в такие вот звуки. А черная дыра, между прочим, испускают ноту С, но настолько низкую, что человеческое ухо ее не может услышать. А если бы услышали, то, наверное, был бы самый жуткий звук во Вселенной. Мне кажется, что мы сегодня его тоже услышим. Возможно. Доброе утро, губерния. В этой студии вас приветствует космический Максим Полагнюк. И неземная Саша Байдачная. Сегодня отмечаем Международный день космоса, поэтому и начали вот с такой вот музыки планет. Кстати, сама история праздника тоже вполне космическая. В 1998 году прямо из космического пространства астронавт Эндрю Томас оповестил всю Землю о том, что 21 мая, 21 мая будет считаться Международным днем космоса. Забавно. А вот отмечать этот день можно по-разному. От серьезного семинара до веселой вечеринки на космическую тему. Или посмотреть на далекие звезды через телескоп. Помимо светил на небе, кстати говоря, можно найти много других объектов. Например, влечный путь, луну, планеты, кометы, астероиды, а также различные туманности, галактики и даже звездные скопления. Если вы хотите стать ближе к космосу, то присоединяйтесь к группе любителей астрономии. Да, есть у нас в губернии такая, и совсем скоро представители этой группы появятся в нашей студии. Ученые проводят наблюдения, астроэкскурсии. Правда, конечно, все это будет возможно после отмены режима самоизоляции для нашей же безопасности и здоровья. Продолжим тему правил безопасности в нашей рубрике. С 1 мая в Самарской области введен масочный режим. Средства защиты обязательны в местах общественного пользования. Это необходимо для того, чтобы минимализировать риски распространения инфекции. Но важно не просто носить маски, а делать это правильно. Требования к ношению масок очень жесткие. Именно поэтому мы говорим, что нарушение этих требований может привести к тому, что либо польза сойдет к нулю, либо возникнет, наоборот, вред. А требования какие? Это маску нельзя трогать руками. Ее можно тронуть один раз обработанными руками, когда осуществляется фиксация на носу. Чтобы было более герметично. Маска не носится более двух часов, но часто ее нужно менять и ранее, потому что она становится влажной. Маску недопустимо не поправлять, не трогать руками. Точнее, если это сделано, маска должна быть тут же утилизирована и руки должны быть помыты. Подобные требования и к многоразовым маскам. Срок носки – не более двух часов. После использования стираем при высокой температуре, далее обрабатываем паром. Иначе этот аксессуар станет рассадником бактерий. Юлия Север, Роман Апарин, Утрогуберния. Я вот с детства мечтал побывать в космосе и посмотреть на Землю оттуда, из космоса. Даже зарядку бы сделал по утрам, чтобы быть готовым ко всем перегрузкам, как настоящий космонавт. В мире пока всего семь космических туристов. Правда, один из туристов слетал в космос два раза. Для того, чтобы стать восьмым, нужно обладать отменным здоровьем, как у космонавта. Свободным временем на подготовку и деньгами, конечно же, это не дешевое удовольствие. Также себя нужно подготовить и морально, потому что на самом деле в космосе вас ждут неожиданные... Изменения. Приключения и испытания. Например, вкус пищи приглушается, и она начинает казаться несоленой. Поэтому специально в еду космонавтов добавляют побольше острых соусов и приправ. Что же касается запахов, так наоборот. Их восприятие обостряется, и даже свежий аромат может показаться таким сильным, что вызвать головную боль. Так что никакого парфюма в космосе не надо. Макс, я готова даже отказаться от парфюма и спать в спальном мешке в невесомости ради того, чтобы увидеть нашу планету Землю из космоса. Мне кажется, что ради этого можно преодолеть любые трудности. А можно даже никуда и не лететь, а посмотреть в самые мощные телескопы мира. В них можно увидеть даже далекие галактики, скопления звезд, взрывы космического газа. Астрофизики дают им интересные названия, кстати. Крововидная туманность, кошачий глаз, конская голова. Вот фантазия в основном какая. Это очень красиво. Еще в космосе плавает гигантское дождевое облако. Оно в 100 тысяч раз больше Солнца. Астрономы шутят. Главное теперь, чтобы ветер не погнал эту гигантскую дождевую тучу в нашу сторону. Накроет ли нас сегодня дождевая туча, спросим у синоптиков. В четверг в Самарской области синоптики обещают, переменную облачность осадков не ожидается. Ночью температура в регионе составит 4-9 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут плюс 14. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-3 метра в секунду. На севере и западе плюс 14-15. На востоке и юге воздух прогреется до плюс 17. В Самаре днем 12-16 градусов тепла. Ночью плюс 5-9. Пасмурно, без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха в районе 40%. А прямо сейчас поговорим о космическом стиле в одежде вместе с нашим постоянным экспертом. Ольга Симонова, имидж стилистом. Доброе утро. Доброе утро. Я вижу на тебе уже какие-то такие черты космического лука. Рассказывай, как же его сделать. Часто, когда говорят про космический стиль, подразумевается что-то не очень применимое к жизни. А вместе с тем, многое, что мы носим сейчас, и нам кажется, что это очень далеко от космоса, пришло именно оттуда. Я принесла аксессуары, чтобы показать и доказать вам эту теорию. Смотрите, у нас здесь все аксессуары, которые лежат на столике, они все каким-то образом с космическим стилем связаны. Как вам кажется? Ладно, Саша, она специалистка, она барышня. Давайте спросим Макса. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, что имеет первое, самое, на твой взгляд, прямое отношение к теме космоса? Может быть, вот этот ремень? Я надеялась, что вы берешь эти звезды. Я не прошел. Макс осудомлен. Да, да. Потому что большинство людей, когда мы говорим про тему космоса, представляют себе что-то такое. Ассоциации первого порядка, то есть, ну, в лоб. Космос, что это? Это ракеты, это скафандры, это звездочки, это кольца Сатурна. И вот оно в первую очередь. Действительно, я начну с этого, ну, на втором месте ты прав, это наш пояс. Потому что не так уж космос далек. Мы можем это брать к образу, брать в таком образе, как у меня сейчас, и будет смотреться интересно. Следующая тема, тема связанная с этим поясом. Дело в том, что действительно идея о том, чтобы использовать прозрачный пластик, в принципе, до космического стиля в одежде, который появился в 60-е, никому на ум вообще не приходило. То есть, это казалось чем-то, ну, к одежде неприменимым. Ну, странно, да. Надевались просто прозрачные вещи. Также стиль диска появился после, это 70-е годы, но в целом он вчерпал вдохновение в изначально космическом стиле. А космический стиль появился, когда человек в космос полетел, и все решили, что вот этот образ астронавта, космонавта, в котором есть скафандр, есть какие-то странные фактуры, блестит, прозрачный, это же напоминает иллюминатор, вот у ракеты в том числе. Почему бы это не внести в гардероб? Что еще появилось тогда же? Появилась тема алюминия и вообще холодного металла. То есть, не золота, как здесь много. А это что вообще такое? Это универсальная вещь. Это тоже пластик, это бисер, да? Это металл. Да, это надевать вот так, это можно надеть на руку. Ну, в принципе, девушки могут как кокошник, я думаю, надеть. Макс, я очень люблю. Универсальная штука. Да, универсальная. Если что, можно и раков в реке наловить. Можно наложить туда яичек и принести домой. Еще одно колье из пластика, да? А это уже стекло, то есть это модная трансформация. Но напоминает она именно вот эту пластиковую тематику, которая пришла к нам из 60-х. Похожа на планету. Или на детскую игрушку просто. С котятами играть. Видите, какой универсальный гардероб. Хочешь в магазин идти, хочешь с животными развлекайся. Еще тема, которую мы очень часто используем в современном гардеробе, это тема белого цвета и белого в том числе пластика. Например, белая обувь. Если спросить модницу, какая самая популярная, самая ожидаемая, желанная пара обуви для нее, если она действительно модница, она пройдет тест, Максим, она скажет, белая. А до космического стиля вот эти сапожки белые никому не приходили на ум. Они ведь непрактичные. Ну, правда, вы идете по улице, они пачкаются. Но образ вот этой вот покорительницы вселенной, он навсегда в женском сердечке и в мужскую моду оттуда же он переходит. То есть белый пластик, непрозрачный, та же тема. Ну и я надеялась, что вот это залипательное кольцо возьмет Макс, потому что можно достать вот эту вот крохотную вселенную, не обязательно надевать, можно достать и поменять. Вот тени. И вот эти вот волшебные шарики, которые напоминают планеты, но она на женскую ручку, ну, даже Максим справился. Не ломаю. Которые напоминают планеты, которые какие-то такие необычные, погруженные внутрь, это тоже тематика соответствующая. Ну и у меня еще есть, конечно же, было бы нельзя не сказать про лунный камень. Который был очень в моде в 90-е, и который в тенденциях и сейчас, потому что в нем тоже есть что-то заманчивое, что-то привлекательное, что-то такое манящее, и как будто бы ты вселенную популяешься. Как много атрибутов вмещает в себя космический стиль. Думаю, тему космического лука мы раскрыли полностью. Это точно. Мы обязательно продолжим, а пока вернемся к космосу. Где-то далеко в космосе летит межпланетный аппарат Voyager. Он был запущен в 1977 году и до сих пор исследует космос. На его корпусе находится золотая пластинка, на которой записано приветствие на 55 языках. Музыка разных народов, голоса людей, звуки природы, фотографии и координаты планеты Земля. Это послание отправлено в надежде, что аппарат заметит какая-то внеземная цивилизация и захочет о нас узнать побольше. Эх, надо было какую-нибудь авторскую песню тогда тоже записать. Представляешь, в космосе? «Милая моя, солнышко весное» А может и записали, откуда ты знаешь? Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены Тихие печали на ручей у янтарной сосны Где, помнись смелым, подернулись зубы костра Вот и окончилось все, оставаться пора Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях встретишься со мною Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях встретишься со мною Крылья сложили молотки, кончик пойдет Крылья расправил искать и разлук самолет И потихонечку пятница трап открыла Вот уж действительно пропасть межна не легла Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях встретишься со мною Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях встретишься со мною Не утешает земля, мне слова не нужны Мне подыскать под ручей у янтарной сосны Вдруг сквозь туман там хрости кусочек огня Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях встретишься со мною Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях встретишься со мною В каких краях встретишься со мною Доброе утро, губерния! В эфире музыкальная рубрика «Как по нотам» В 2011 году ЮНЕСКО включил этот музыкальный жанр В список объектов всемирного, нематериального культурного наследия человечества Гитара, гетарон, виола, скрипка, труба, арфа, флейта и аккордеон Эти инструменты используются, чтобы передать звуки Самой известной народной музыке Мексики Мариачи! О происхождении термина «мариачи» известно не так много Бытует мнение, что название произошло от французского слова «свадьба» Мариачи, которое в период французской интервенции в XIX веке вошло в широкое употребление Впрочем, большинство мексиканцев склонны видеться у термина «родные корни» Обычно в мексиканских оркестрах мариачи играет от 3 до 12 исполнителей Среди музыкальных инструментов особое место отводится к гитарам, скрипкам Ударным и духовым Кроме того, в ансамбле непременно присутствует виуэлла Пятиструнная гитара, настроенная на высокие таны И огромная шестиструнная бас-гитара «Гитарон» Сперва задорные мариачи выступали по образу бродячих музыкантов, ярких пончо из хлопка и соломенных широкополых шляпах сомбреро Но в начале 20 века фольклорные группы сменили крестьянскую одежду на традиционные костюмы зажиточных мексиканских землевладельцев Так называемые чарро Музыка мариачи знаменита не только лишь в Мексике и испаноязычных странах, но и имеет почитателей по всему миру Зажигательный и самобытный жанр мексиканской народной музыки поднимает настроение На этом у меня все, увидимся на следующей неделе и споемся, пока Мы продолжаем беседовать с Ольгой Симоновой, имидж-стилистом И радостная новость, наконец-то все мы можем заниматься спортом, гулять, выходить на прогулки В количестве двух человек, не забываем об этом В чем нам это делать? Как прекрасно выглядеть после самоизоляции? Есть ли какая-то мода и тренд сегодняшнего времени на именно спортивную одежду? Самое главное, когда мы выйдем из самоизоляции и пойдем в парк Не нарядиться так, как будто выход вы ждали все два месяца Не пойдем, как Саша одет Да-да-да-да Очень празднично, королева парка Самое главное понимать, что мы еще потом будем выходить и надо беречь силы А вообще тенденция на спортивный стиль, она одна большая тенденция То есть мы везде привносим спортивную деталь Как минимум я сегодня сочетаю жакеты-бермуды И если мы говорим про бермуды, это естественно то, что пришло из спортивного стиля То есть везде, где можно и даже где нельзя, мы спорт добавляем И это работает очень интересно Что еще? Пока мы находились на самоизоляции, спорт стал вот в стиле, я имею в виду, максимально популярным Потому что предполагается, что это должно нас как-то теребить и мотивировать Если уж ты надел спортивные штаны, спортивную маечку, штуки-то упражнения поделать Для того, чтобы сохранять форму То есть это вторая особенность Поэтому, если говорить про главный глобальный тренд Вот везде, где можно добавить спортивные детали, их можно добавлять То есть это рекомендуется для создания именно стильного образа Если до этого вы ходили в джинсах и футболке, например Если фигура позволяет, можно надевать укороченные топы Супер модно Все надеваем с кроссовками Это супер модно Я знаю, что модницы в курсе этой темы Но я каждый день, каждый день вижу девушек, с которым я говорю Они говорят, ну слишком спортивно Так вот, главный тренд, слишком спортивно быть не может Фигура позволяет, подчеркиваем фигуру Если вы не хотите это подчеркивать, то добавляем аксессуары На пикник в чем надо отправляться? Использовать тот же самый спортшик, спорт? С пикником самая главная ошибка, которую часто совершают наши барышни и наши джентльмены Это остаточный принцип То есть все то, что не жалко Когда мы делаем, да Это я, это я Любой разбор гардероба, у себя вы сами или со стилистом Это на дачу Да, а это я не выкину, это на дачу Ну по сути в том, что я поеду на пикник То есть предполагается, что все Там можно не быть красивой женщиной Или не быть красивыми джентльменом Там как-нибудь прокатит, как говорят Я советую все же принцип удобства совмещать с принципом гармонии и самовыражения Но с другой стороны, мы все эти вещи домашние уже наносились настолько Что друзья, да Вот слово шик, к слову спорт Это супер ассоциация Одевайтесь чуть-чуть наряднее Одевайтесь чуть-чуть с любовью к себе и к окружающим Потому что девушка, которая пошла в растянутых джинсах, в какой-то ковсе с старой, с катышками, знаете, чтобы не жалко Сильно отличается от той, которая надела симпатичные брючки джоггер Которая надела красивый топ и у нее есть симпатичное худи Это ведь совершенно другое отношение человека к себе Я всегда настаиваю на том, что любите себя и окружающие будут вас любить И уважайте себя и окружающие будут вас уважать Это же так круто Ах, какой важный и нужный совет Да, лайфхак Его нужно запомнить Ольга, спасибо огромное в очередной раз за массу полезной информации и за отличное настроение Да, спасибо Благодарю Ох, а сейчас ведь и правда многие заняты своими огородами, в том числе, Макс, и космонавты Наконец-то удалось вырастить салат в космосе на борту Международной космической станции И он оказался таким же полезным и питательным, как и растения, выросшие на Земле Я думаю, недалеко те времена, когда и на Марсе начнут выращивать картошку, как в известном фильме Ну, а наши журналисты будут нам присылать сюжет откуда-нибудь с Юпитера Посмотрим, что накопала Юлия Север пока что на Земле Попариться в бане дело не хитрое, а вот попариться с пользой для здоровья уже сложнее Банщик, пармастер или, как его называют друзья, банный кудесник Марат Насыров Знакомит нас с тонкостями искусства парения Одна из самых главных задач – правильно подобрать веник Абсолютно разные веники, то есть здесь у нас липа Это больше женский веник для ингаляции, для ароматерапии Если взять вот здесь наверху, это мужские веники И в основном вот эти дубовые веники – это рабочий инструмент всех пармастеров То есть ими парят, ими делают припарки Это травы абсолютно разные Эвкалипт, это полынь, тоже самое полынь, это мята То есть каждая трава, она несет там какую-то свою особенность Березовый веник, то есть это веник, который специально применяется для очищения То есть им можно делать мыльный массаж Он очень хорошо подходит для женщин То есть он такой мягкий, нежный Большие веники для парения, маленькие – для запаривания Именно они задают аромат в парной Кстати о ней Пора настроить температурный режим Вопреки распространенному мнению, баня не должна быть жаркой Правильная, полезная баня, она достаточно низкотемпературная То есть задача сделать таким образом, чтобы организм человека не сопротивлялся внешней среде То есть это примерно 60-70 градусов температуры, 60-70% относительно влажности внутри парной То есть сумме это дает где-то 120-130 условных единиц И это считается самой полезной баней Тогда все токсины из организма выходят То есть человек отдыхает и расслабляется И это несет оздоровливающий эффект Время парения для каждого человека индивидуально Рекордов здесь ставить не нужно Ориентируемся на свое самочувствие Сначала банщик разгоняет пар апохалом или специальным веером И лишь потом берет в руки веники Делает легкие постукивания, растирания, нажатия Ну и для самых смелых и отважных после теплого пара нырнуть в единую воду Это особое удовольствие Конечно, обливание холодной водой не обязательно Впрочем, на то и существует пармастер Чтобы подсказать, какая программа парения подойдет именно вам Это очень большая наука, связанная с медициной, с физиологией, с энергетикой То есть очень большое количество факторов, которые необходимо учитывать Именно это называется искусством Юлия Север, Дмитрий Столяров, Утрогубернии У нас в гостях видеограф Игорь Макаров Доброе утро Доброе утро Доброе утро Мы сегодня говорим о космосе И узнаем, что ты снимаешь на квадрокоптер Как далеко, насколько высоко тебе удавалось подниматься На какой максимальной высоте удавалось снимать Ну, не так высоко, конечно, как видят астронавты нашей Земли с орбиты Нашу Землю Самое высокое, пожалуй, это когда мы снимали в Грузии Мы поднимались на вершину горы И, соответственно, оттуда еще снимали То есть там типа 3500, около того Не так высоко, как мы видим с самолетов Но тоже клево Слушай, ну, чтобы вот техника выдержала такие нагрузки Да, она должна быть, наверное, очень такой, ну, серьезной Квадрокоптеры же разные бывают, да? Вот у тебя какой он? Огромный? Сколько там пропеллеров в нем? Какая камера стоит? На самом деле, я уже сменил несколько коптеров Мы начинали снимать на вот этих огромных амникоптерах На которых, ну, такие огромные штуки Которые жужжали, привлекали кучу народу Все смотрели, нужно было много человек для управления И сейчас вся индустрия шагнула настолько вперед Что на коптер, коптер может быть у каждого И такие кадры, собственно, может делать абсолютно каждый То есть это просто достаточно стало? Это стало не столько просто, сколько доступно То есть когда-то и автомобиль был какой-то роскошью А сейчас это, по сути дела, может позволить себе каждый Также и аэросъемка У меня многие знакомые купили себе квадрокоптер Просто для того, чтобы с семьей, когда они летают на отпуска Поснимать там немножко остров Вот я в Таиланде, вот слоны и все такое То есть это уже перестало быть роскошью именно И стало более доступным Компания та же самая DJI предлагает очень много разных миниатюрных дронов Те, которые вот, ну, чуть больше моего телефона Все, конечно, зависит от качества И того, что мы хотим добиться этой съемки Вот я тоже занимаюсь видео И меня тоже часто спрашивают, например, как выбрать, что выбрать Вот как профессионал, скажи, от скольки должен начинаться ценник хорошего квадрокоптера? Просто вот от... Ну тут мы не можем сказать хороший квадрокоптер Что мы закладываем в понятие хороший? Ну, чтобы была хорошая картинка Чтобы не стыдно было показать ее там на большом экране Ну, сейчас вот есть Mavic Mini, который можно купить за 30 тысяч рублей И у него абсолютно не стыдная картинка То есть вот тот примерно такой ценник? Ну, это такой минимум, который можно вот реально положить в карман И поснимать... Естественно, это не серьезно Естественно, это любительский уровень Это вот поснимать слонов в Таиланде, повторюсь То есть все равно это удовольствие не такое прям дешевое, так скажем Если заниматься этим профессионально, то, конечно же, нет То есть если заниматься этим профессионально, нужно совершенно другое оборудование Например, я себе закупал только тревел-оборудование Так как очень много командировок, очень много куда ездишь И неудобно, так сказать, с собой огромные кейсы Ну вот для сравнения Сейчас, чтобы выехать на съемку Я беру рюкзак, в котором лежит камера, коптер, звук, свет Это все в одном рюкзаке помещается А раньше, чтобы выехать просто для аэросъемки, нам нужен был пустой багажник Потому что туда помещался только коптер, и все И ты больше не можешь ничего сделать Естественно, я за мобильность Естественно, я за серию Mavic'ов у DJI Чтобы вот, ну вот, поснимать, полетать, поснимать вот такую красоту Ну вообще, вся суть аэросъемки, я считаю, в том, чтобы показать мир чуть-чуть с другого угла Мы привыкли видеть мир вот на том уровне, на котором мы находимся сейчас Смотреть вверх на небоскребы, смотреть вниз с горы А вот увидеть мир вот именно вот так, это, конечно же, счастье То есть, летали хоть раз на маленьких самолетах? Маленьких, которые не там большие, к которым все привыкли А вот именно на частных маленьких Нет Это определенный кайф Другие ощущения Это определенный кайф, потому что ты видишь совершенно по-другому На большом самолете ты взлетаешь на высоту 10 тысяч метров И летишь себе спокойно, куда тебе нужно А на маленьком самолете ты реально можешь лететь вот на такой высоте И ты абсолютно кайфуешь А мы, снимая с коптеров такую картинку Мы даем кайфануть другим людям Которые, ну, такого, возможно, в своей жизни сами никогда не увидят Мы вот показываем, смотрите, как красиво выглядит караван Копа, полос воздуха Потрясающе У нас совсем мало времени остается У меня единственный вопрос Какое место, какой вид вы мечтаете запечатлеть с высоты 10 тысячи полета? Что еще? Это, наверное, очень сложно Я бы, вот моя мечта, это снять из космоса, конечно Это прям мечта Мне тогда уже какой-то рокет... Рокет-коптер, да, должен быть? Что-то, да, что-то, да Игорь, мы вам желаем, чтобы ваша мечта сбылась Спасибо вам за кайф, который вы сегодня к нам принесли Вдохновения и хорошего дня Спасибо Друзья, мы ненадолго прервемся, затем вновь вернемся в нашу студию Оставайтесь с нами Доброе утро! В эфире новости губернии в студии Кирилл Козин Больше чем за весь период наблюдений в Самарской области За минувшие сутки выявлено 98 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Об этом сообщил оперативный штаб 26 человек из круга контактных лиц 72 обследованы с диагнозом вне больничной пневмонии ОРВИ В Самаре заболели 49 человек, в Тольятти 25 В Кенеле и Сызрани по 4 пациента 3 в Челновершинском районе В Волжском и Ставропольском по 2 Также положительные анализы на COVID-19 получили жители ряда муниципалитетов В Новокуйбышевске, Жигулевске, Октябрьске, Чапаевске, Исоклинском, Безунчукском, Кенельском, Кенельчеркасском и Шанталинском районах По одному случаю Всего на полдень, 20 мая, в регионе зафиксировано 1666 заболевших Из них 485 выздоровели, скончались 11 За сутки проведено почти 4500 исследований Самоизоляция для развития не преграда Школьники и студенты продолжают обучаться дистанционно А детские сады временно перестроились на формат дежурных групп Напомню, они организованы для детей, чьи родители сейчас вышли на работу Свои занятия с маленькими подопечными не прекратили и педагоги-логопеды Как проходят такие онлайн-уроки, увидела Алена Власова Одна елка, а все елки Молодец, много чего? Елка Хорошо, проследил Один много, так называется эта обучающая игра В арсенале логопеда высшей квалификационной категории Екатерины Якимовой Много интерактивных программ, некоторые презентации сделала она сама Екатерина – педагог логопедической группы Новокуйбышевского детского сада Занимается коррекцией речевых недостатков у малышей Во время самоизоляции ее занятия с учениками перешли в дистанционный формат Но также с глазу на глаз Выходит по пять уроков в день Да, ол, 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 пенал упал на пол До пяти лет у ребенка должны встать все звуки Если что-то малыш не произносит, нужна помощь специалиста И ценное время для коррекции терять нельзя Вот такие занятия, которые проходят дистанционно по скайпу Они направлены на автоматизацию звуков, которые поставлены уже у ребенка Развитие лексико-грамматических категорий Как вот мы играли сейчас один все, там, назови ласково Вот такие вот развитие связной речи, обучение грамоте Время обговаривается с родителями В удобное для них время В основном это вечернее время Вот, есть родители, которые могут днем Шестилетний Илья занимается слогопедом уже год И есть успехи Сейчас с мамой стараются выделять по 20-30 минут дважды в неделю Общения очень не хватает Уже скучают по всем друзьям Уже хочет в сад выйти побыстрее Ну, так как в сложившейся ситуации Как бы, да, из-за этой пандемии коронавируса Такой возможности нету Естественно, лучше, чтобы детки хотя бы дистанционно занимались Вот, и наша логопеда Екатерина Юрьевна Очень качественно проводит все эти занятия Вот, она подбирает материалы постоянно новые Ищет какие-то новые подходы И, ну, как бы, я вижу, что ребенок развивается Несмотря на то, что вот сейчас мы не ходим в сад Пока действуют ограничительные меры Дошкольные учреждения области продолжают функционировать в формате дежурных групп Их 1672 Туда ходят почти 19 тысяч малышей Такие группы созданы для детей, чьи оба родителя даже в период самоизоляции ездят на работу Определить ребенка в дежурную группу Также могут и те, кто официально зарегистрирован как самозанятый Достаточно лишь предъявить справку о регистрации налогоплательщика Сделать это можно через приложение «Мой налог» И в аналогичном веб-кабинете на сайте npd.nalog.ru Алена Власова, Сергей Александров, Новости губернии Улица Ульяновская в Самаре будет закрыта до 11 июня Это связано с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы На участке от улицы Самарской до улицы Садовой Ремонт стартует с 8 утра 22 мая Жители гордо просят с пониманием отнестись к ситуации И заранее планировать свой маршрут А у меня на этом все Больше новостей на нашем сайте Всего доброго! Доброе утро, губерния! В студии вновь ведущий Саша Байдачна И Максим Полагнёк Отмечаем день, международный день космоса И предлагаю отметить его минутой тишины Ведь в космосе, между прочим, вообще нет никаких звуков Кстати говоря, испытание тишиной Это одно из самых трудных в подготовке специалистов В подготовке астронавтов Их помещает в специальную камеру Которая поглощает 99% звуков Тише этого нет ничего на Земле В звуковом вакууме у неподготовленных людей Начинаются панические атаки И сильные слуховые галлюцинации Да, я бы, наверное, не выдержал такого Кстати говоря, с того момента, как люди узнали Что в космос можно запускать вещи Чего они только туда не отправляли И письма, и цветы И даже организовали доставку пиццы На космическую станцию А некоторые вещи, побывавшие в космосе Теперь находятся в музеях Например, бутерброд Он был контрабандным имуществом Астронавта Джона Янга В 1965 году Астронавт не очень хотел питаться едой в тюбиках Поэтому прихватил с собой сэндвич И это был бы смертельно опасный перекус Хлебной крошки и лишнее благо Могли попасть в бортовую аппаратуру И вызвать неисправность И хорошо, что этого не случилось То есть он, получается, не съел его, а привез на землю Как мы уже говорили, в космосе есть и цветы Известный японский художник Азума Макото Отправил прямиком в космос две свои работы Экзотическое 50-летнее дерево бонсай И цветочную композицию Идея заключалась в том, чтобы показать, что красота Может существовать в любом месте Даже в открытом космосе Повезло тем, кто может разглядеть все эти чудеса из космоса Космонавт Сергей Константинович Крикалев является рекордсменом По времени нахождения в космосе Он провел на МКС в общей сложности 803 дня То есть больше двух лет Я не знаю, наверное, у него просто невероятное здоровье Крепкое здоровье Да, крепкое здоровье Это уж точно Чтобы быть таким же закаленным, крепким Давайте посмотрим нашу рубрику И узнаем, как же себя сохранить такими С 1 мая в Самарской области введен масочный режим Средства защиты обязательны в местах общественного пользования Это необходимо для того, чтобы минимализировать риски распространения инфекции Но важно не просто носить маски А делать это правильно Требования к ношению масок очень жесткие Именно поэтому мы говорим Нарушение этих требований может привести к тому, что Либо польза сойдет к нулю Либо возникнет, наоборот, вред А требования какие? Это маску нельзя трогать руками Ее можно тронуть один раз обработанными руками Когда осуществляется фиксация на носу Чтобы было более герметично Маска не носится более двух часов Но часто ее нужно менять и ранее Потому что она становится влажной Маску недопустимо не поправлять, не трогать руками Точнее, если это сделано, маска должна быть тут же утилизирована И руки должны быть помыты Подобные требования и к многоразовым маскам Срок носки не более двух часов После использования стираем при высокой температуре Далее обрабатываем паром Иначе этот аксессуар станет рассадником бактерий Юлия Север, Роман Апарин, Утрогуберния Мы продолжаем нашу программу У нас в гостях Сергей Аверьянов Представитель клуба Астра Самара Доброе утро Доброе утро С праздником Спасибо И первый вопрос Чем занимается ваше сообщество? Вот сегодня сидя дома на самоизоляции Чем живет Астра Самара? Ну, во-первых, мы же занимаемся любительской астрономией И, в принципе, нам ничто не мешает дальше наблюдать Кто-то с балкона Да, кто-то с балкона Там у кого-то частный дом Кто-то на дачу выезжает Поэтому наблюдения, они как были, так и остались Не прекращаются Да Единственное, клуб, конечно, сейчас не проводит большие мероприятия Так как запрещено проводить такие мероприятия Мы не проводим ни тротуарки, ни лекции, ни выезда за город Как много членов в вашем клубе? Как давно он существует? Каков размах вообще этого сообщества в Самаре? Клуб существует уже очень давно С 2011 года 9 лет Сейчас трудно сказать, сколько именно нас Потому что наша группа, это уже за 6 тысяч человек ВКонтакте На наши мероприятия приезжает на крупные фестивали Это несколько сотен человек приезжает Ну и постоянные члены клуба, это уже, наверное, около 50 человек будет Которые постоянно выезжают, постоянно участвуют в наших мероприятиях И регулярно наблюдают Давайте поговорим о том, чем удивит космос Чем уже удивил, какие явления звездные мы пропустили И что нам еще посмотреть? Этот год, он, к сожалению, мало насыщен на какие-то явления Ну, на данный момент У нас... На Земле хватает На Земле хватает мероприятий, да В прошлом месяце у нас должна была быть комета Которая была бы тоже очень яркая Ее было бы видно невооруженным взглядом Но, к сожалению, она развалилась на подлете к Солнцу Но сейчас появилась новая комета Которую мы ожидаем, что недели через 2-3 Ее также можно будет увидеть невооруженным взглядом Соответственно, в телескоп будет еще интереснее Это, случайно, не так, как комета, которая пройдет очень-очень близко, максимально, да? То есть... Ну, насчет максимально близко не помню такой информации Но она близко будет, да Чем вообще занимается, извините, Саша Чем вообще занимается ваш клуб? В чем его цель? Просто наблюдать? Или вы какие-то, может быть, исследования проводите? Мы популяризаторы Мы популяризируем астрономию Мы проводим открытые мероприятия Всем рассказываем Всем пытаемся донести, что это интересное хобби Что это нужное хобби Всеми доступными для нас способами Ну и, естественно, также мы сами наблюдаем Мы занимаемся фотографией Проводим лекции Фотографии через телескоп? Да И через фотоаппарат И так, и так можно Разные... Вот, как сейчас на снимке Это как раз-таки через телескоп сделано Как здорово А как вы узнаете о приближающихся кометах Метеоритах, звездных явлениях? Есть какой-то реестр, список исследований ученых? Ну, если мы говорим про метеорные потоки То они из года в год у нас одни и те же Да, поэтому, естественно, известна дата Если мы говорим про комету, например То постоянно ведутся наблюдения Разными обсерваториями И вот эти обсерватории Или любители Астрономы-любители тоже открывают кометы Они, когда открывают Вот, видна комета Дальше высчитывается ее траектория полета И уже можно сказать, когда она будет где видна Комета имеет какое-то название? У них в основном у всех буквы, цифры в названии Каких-то имен крайне редко дают Что нужно для того, чтобы стать членом вашего клуба? Какая-то техника, может быть, должна быть непременно? Внос, телескоп У нас, во-первых, нет взносов Во-вторых, у нас не у всех членов клуба есть даже своя техника Достаточно просто к нам прийти И любить астрономию И любить астрономию, да Но если вы не любите астрономию, то зачем вы к нам придете? Согласен Что нужно знать новичку об астрономии? Или что рассказать детям, чтобы их заинтересовать? Если мы говорим про новичка Чтобы, наверное, вы вместе к нам пришел в клуб Прежде чем пришел, да? То можно ничего не знать Мы сами все расскажем, всему научим Если детям, то, знаете, тут самое главное Это привести его на наблюдение И показать ему эти объекты Достаточно наше тротуарное наблюдение Дети смотрят планеты, смотрят Луну Смотрят Солнце И, в принципе, сразу видно, ему это интересно или нет А как это здорово наблюдать за звездами И, кстати говоря, обычному городскому жителю В самую ясную ночь над городом Видно примерно 200 звезд Хотя во Вселенной их живет примерно квадриллион Ну, сейчас у нас небольшая, так скажем, плохая погода Нелетная, поэтому звезд почти не видно Зато сюжеты Ирины Нагрунеза из Тольятти Видны даже в самую туманную погоду С чем нам очень повезло Давайте посмотрим Мы сейчас готовимся к прямой трансляции спектакля «Мой бедный Марат» Сейчас уже последние 20 минут осталось до начала трансляции И, собственно, в зрительном зале никого нет, кроме технической команды Которая будет делать эту трансляцию Подготовка к спектаклю в стиле 21 века Помимо основных действующих лиц, актеров театра На воображаемой авансцене телережиссер, видео и звукооператоры Их роль не менее важна Сделать так, чтобы действия, происходящие в дилежансе Смогли увидеть из любой точки России и мира Когда зритель сидит в зале, он сам выбирает, на что он сейчас смотрит Или на кого он сейчас смотрит Когда мы ведем трансляцию, мы управляем его действием Мы с Алексеем будем решать, что сейчас должен увидеть наш телезритель Что сейчас, на наш взгляд, является главным И на какой нюанс обратить внимание Накануне Дня Икс, первой в истории Тольяттинских театров Прямой онлайн-трансляции спектакля Прошел генеральный прогон и тестовый вывод видео в интернет Актеры признаются, играть на пустой зал – то еще испытание Ребята настраивали камеры Поэтому мы во время прогона их слышали Такого ощущения не возникло, как на спектакле Но, думаю, сегодня наверняка оно возникнет То есть, когда люди будут смотреть онлайн Все равно каким-то образом, мне кажется, энергия передастся Вообще, когда-то думали, что вы идете до жизни такой И вот такое случится в театре? Да нет, конечно Ну, даже представить себе не мог Но обычно я слушаю Слушаю, сколько зрителей, в каком они настроении сейчас Все равно чувствуется, что чего-то не хватает Хочется какой-то реакции из зала Я понимаю, что будет смотреть много людей эту трансляцию Но хочется живой реакции И вот этого очень не хватает Это очень помогает, на самом деле, во время спектакля По традиции перед спектаклем звучат три звонка И трансляция начинается Ее выводят в режиме онлайн в одну из социальных сетей Зрители приветствуют директора и художественный руководитель театра Они представляют постановку «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова Как подарок к юбилею Великой Победы Сердце свое раскрываю в начале Как достоверную повесть твою Действие спектакля начинается в блокадном Ленинграде И продолжается вплоть до 60-х годов Это история о стойкости, дружбе, любви, благородстве и человеческой природе Которая в сложные времена проявляется по-разному Маленькие трагедии на пути к мечте Непростые взаимоотношения героев Актеры показывают пронзительно и тонко И магия театра действует безотказно даже с экранов мониторов Когда началась война, его на фронт не взяли Куда там он такой близорогий был, кота от собаки не мог отличить Хорошо, хоть не очень нудный был, все-таки не так маниковал во время бомбежек Все те же эмоции, все тот же восторг Все замирает внутри, когда видишь действие Там, наверное, только разница, что людей вокруг больше И ты вольной и неволе на них отвлекаешься Но зато больше объем сцены видишь, больше декораций А тут режиссеры, они сами делают акцент на том, что считают нужным И это помогает открыть какие-то другие грани спектакля Я понимаю, что вот они сейчас, можно сказать, для меня, для нас, для всех играют И так же вовлекаешься, как и практически при живом просмотре На самом деле Да, вот здесь и сейчас Эмоции передаются все равно Те темы, которые затронуты в спектакле, они вообще вечны Вне зависимости от того, мир или война Зрители пишут комментарии прямо во время трансляции Пока идет спектакль, присылают более ста сообщений Получилось здорово, мурашки по коже Потому что вот актеры играют здесь, сегодня и сейчас Конечно, жаль, что зал сегодня пустой, когда заходишь в зал, как-то очень грустно Но когда ты ощущаешь дыхание и эмоции зрителя, которые тебе пишут, которые любят этот театр Ты готов делать все Онлайн-трансляцию спектакля «Мой бедный Марат» в прямом эфире посмотрели более 4 тысяч человек Из Тольятти, Самары, Перми, Екатеринбурга, Красноярска и даже Соединенных Штатов Америки Ирина Грумеза, Андрей Костомаха для «Утро губернии» Напоминаем, что у нас в гостях Сергей Аверьянов, представитель клуба «Астра Самара» Еще раз доброе утро! Доброе утро! Мы разобрались с любителями, они наблюдают, они популяризируют космос и любовь к нему Чем вы отличаетесь от профессионалов? Чем занимаются они? Ну, профессионалы – это все-таки профессия у людей Они занимаются это целыми днями на регулярной основе И получают это деньги, да? Ну, конечно, небольшие, но получают Также это, естественно, люди обычно с образованием в этой сфере В данный момент все крупные обсерватории, они, к сожалению, закрыты Так как большие телескопы – это всегда много инженеров, которые обслуживают, все на карантине Но есть небольшие обсерватории, которые могут работать в автономном режиме Такими обсерваториями астрономы, конечно же, пользуются Но все-таки в большей степени сейчас профессиональные астрономы занимаются больше теорией Теорией? Да На какой задачи они сконцентрированы сейчас? Что изучают? Ну, вы знаете, нельзя сказать, что есть какая-то одна конкретная задача Во-первых, в астрономии много направлений Кто-то занимается чисто экзопланетами, кто-то занимается… Метеоритами, да? Метеоритами, кто-то изучает полеты на Марс, на Луну, кто-то… Кто-то ничем не занимается, в конце концов, даже… Кто-то ничем не занимается, да Кто-то, возможно, изучает физические явления, какие процессы в звездах протекают Как формируются галактики, туманности, изучает черные дыры Теоретического материала всегда очень много в астрономии Так как оборудования много, они собирают колоссальные объемы данных И всегда есть что поизучать Ну вот по факту, вот когда мы читаем эти новости, да, что ученые открыли новую экзопланету Возможно, на ней есть вода, как по какому-то анализу И всегда такую новость сопровождает какая-то фотография, да, какой-то планеты Но ведь на самом деле она находится за миллиарды километров И вы ее, астрономы, да, видите… Мы ее не видим визуально То есть она даже не видит, там просто какая-то точечка, какая-то вот там То есть ее фиксирует парад Ну, цифры, это, конечно, хорошо, но, наверное, не так романтично Что самое крутое и зрелищное тебе удалось увидеть вот за эти 9 лет, что ты наблюдаешь телескоп? Трудно ответить на этот вопрос Наверное, самое интересное было это полное лунное затмение Это не опасно? Нет, нет, это не опасно, как многие при том реально думают Нам писали люди, спрашивали на полном серьезе, а не вредно ли это наблюдать? А в чем она, как бы, заключается его вот визуальная составляющая? Вот представляем обычную луну, полнолуние, когда у нас на небе Здесь же постепенно тень заходит на поверхность луны, ее закрывает И в какой-то момент луна становится багрово-красная Она в разы темнее, у нее яркость очень сильно падает И так называемая еще кровавая луна Здорово Большое вам спасибо, большая удача, вдохновение, новых интересных открытий Какое-нибудь небесное тело найти, которое... Комету, каждый астроном мечтает открыть комету Комету, которую мы назовем в честь нашего города, например Спасибо большое Спасибо Мне кажется, что лучше всего наблюдать за звездами на даче Конечно Подальше от городских огней Мне кажется, что Марина Баркова так и делает Знаешь, после посадки огурцов устраивается где-нибудь на крыше с телескопом И наблюдает, мечтает открыть комету Это рубрика для тех, кто дружит с растениями Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о способах выращивания самых ранних тепличных огурцов Поможет нам в этом опытная огородница Любовь Шевцова За многолетний стаж тепличного огородничества дачница из старой бинарадки перепробовала десятки разных гибридов Остановилась на китайских салатных раннего срока созревания В этом году посеяла семена в теплицу 21 апреля Двумя способами – в землю и 50-литровые пластиковые бочки без дна Под эксперимент попал проверенный временем гибрид-легенда Плодоносит примерно через 50 дней после всходов Огурец такой, он не сильно пупырчатый, длинненький и в толщину не уходит Но все китайские я перепробовала, вот они холодостойкие, потом жаропрочные В принципе, мне огурцы очень нравятся Я их и консервирую, они на консервацию идут И самое главное, что для первых, это вообще великолепный огурец Он же вырастает быстро Пока этих пуплят дождешься, сколько нужно кустов А это два огурца из-за глаза Перегной, садовая земля и вермикулит – секретный ингредиент почвосмеси Любовь Шевцова уверена, для хорошего урожая огурцов в теплице достаточно Теплой талой воды и плодородного грунта, плюс формирование плети Сначала буду удалять вот здесь вот эти, ну как пасынки, которые, четыре узла А потом и эти нижние листья убрать Если хотим есть огурцы, надо, чтобы наросла ботва Тогда они получаются каждый день Данный эксперимент наглядно показал Огурцы в бочках за счет лучшего прогревания почвы растут в три раза быстрее, чем те, что посажены в землю Обратите внимание, роль обогревателя выполняют пластиковые бутылки с водой вдоль стен теплицы О других способах получения самого раннего урожая огурцов Удачные заметки подробно рассказывают в интернете У нас есть свой ютуб-канал, там много интересного Увидимся! На этом все, друзья Сегодня вместе с вами отмечали Международный день космоса Утренний ведущий Максим Полагнюк И Саша Байдачная До встречи, пока Пока Саша, а вот этот звук ты слышишь? Ммм, что-то слышу Это тишина, так звучит белый карлик Откуда на студии белый карлик? А это вопрос Костюм ведущему предоставлен магазином мужской одежды Бастон Магазины Бастон – это достойный выбор каждого мужчины Вас приятно порадуют доступные цены Широкий выбор ассортимента Индивидуальный подход к каждому клиенту Безупречный крой и комфортный силуэт Вот основные отличительные особенности марки Бастон Магазины Бастон находятся в ТЦ Мега Сити, ТЦ Аврора и ТК Амбар Редактор субтитров А.Семкин